Впервые в этом конкурсе принимали участие непрофессионалы. Команда «Супермамочки» выступала от своего имени. Молодые мамы вступили в битву с лучшими кондитерами города. Кстати, каждая команда работала по выбранной тематике. День защиты детей, сказка «Алиса в Зазеркалье. Праздник осени». Дети – это все-таки цветы жизни. Дети мотивируют взрослых на какие-то подвиги, на какие-то шаги и поступки. И дети украшают праздник, дети его создают. Поэтому дети сегодня самые главные участники этого кулинарного поединка. Рестораторы тщательно отбирали детей для участия в кулинарном поединке. Самые заядлые сладкоежки, любители булочек и пончиков – вот кто вошел в сборную. Мы сразу откликнулись на это предложение нашей администрации. В коллективе, в нашей команде дети наших сотрудников, дети наших гостей ресторана. Они также откликнулись с удовольствием. Наша команда многочисленна. Очень много было желающих представлять наши рестораны, детям участвовать. Мы подготовили пирожные. То, что мы готовим, всегда есть в нашей кулинарии в продаже, есть в ресторане. То, что наши гости всегда пробуют и им нравится, из всего этого, с помощью наших детей мы организовали наш стол. Дети в процессе работы на сладким столом с удовольствием пробовали крем и сахарную пудру. Подержаться и не откусить кусочек шоколада было сложно. Многие признались, что не могут устоять перед сладостями. Мы с мамой сегодня готовили всякие вкусняшки, торты. Мы хорошо подготовились. На наших плечах лежала очень большая ответственность. Мы очень хотим выиграть, поэтому мы очень старались. Ребята из клуба «Изумрудный город» отстаивали честь арт-кафе «Блинчик». Дети отлично справились с заданием. И именно их идеи легли в основу создания сладкого стола. Несмотря на то, что дети особенные, они уже, во-первых, приучены, знают, что такое праздник. Они умеют к ним готовиться, они ждут их, всегда принимают активное участие, подсказывают и советуют. И порой именно их идеи лежат в основе наших праздников. Поэтому все здорово, они рады. И вот те навыки, которые дети получают в процессе, они помогают им затем в жизни. Жюри было сложно оценивать работы конкурсантов, потому что в этот раз все были на высоте. С небольшим отрывом от лидеров почетное третье место заняла команда «Дилижанса». А вот ресторан «Ковчег» и клуб «Супермамочки» набрали одинаковое количество баллов. Судьям еще раз пришлось пробовать сладости, чтобы окончательно определиться. Второе место единогласно было отдано «Ковчегу», а вот «Педестал» заняли «Супермамочки». Неожиданно для всех непрофессиональные кондитеры обошли профессионалов. Фраза «нет ничего лучше домашней еды» в этот день полностью подтвердилась. Мария Шматкова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».